Меня зовут Владимир Золкин, я журналист в пресс-карту, я вам уже показал, мы с вами в принципе уже пообщались, вы уже отдали свой телефон, куда вам надо позвонить. Вы даете согласие на это интервью и на его публикацию? Да. Да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шалаев Юрий Владимирович. Какого числа у меня есть с год рождения? 27 июля 1998 года. Где родились вы? В городе Апатит и Мурманской области. А где проживали? Там же. Там же. Расслабьтесь, это интервью, не допрос. Вы можете задавать встречные вопросы своих, как хотите. Интересоваться, контраргументировать. То есть я понимаю, что вы находитесь в состоянии, вы понимаете, что вы в плину, да? Но сейчас вы можете просто поговорить. Обыкновенно, по-человечески, просто поговорить. Вас никто не принуждает к этому разговору. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? Второго февраля, март получают. Второго марта мне поставили задачу выдвинуться к своему полку для того, чтобы просчитать личный состав. Могли бы чуть-чуть громче говорить. Для того, чтобы посчитать личный состав второго марта. Какой у вас полк? Войсковая часть 7171-8. Где находится? Город Шали, Чеченская республика. Город Шали, Чеченская республика. На следующий день я... Там чеченцы в основном у вас были в составе? Нет. Основная масса славянской внешности был личный состав. Ну, чеченцы были, но их было очень мало. А вот, если можно, отойти немного от истории. Кадыровцы. Мы с ними никак не связаны. Не связаны? То есть, чеченцы, которые были у вас там, они кадыровцы, не кадыровцы кто-нибудь? Они обычные. Они с ними никак не связаны. Так, а ваше звание? Лейтенант. И должность? Штатная должность у меня командир извода. Так. Но все время я исполнял обязанности в штабе полка. Так. А какая ваша функция непосредственно там была, на вот этих сборах? Там строевая часть у меня была. Отправка людей в командировку, выдача командировочных, отпускные билеты, ведение строевых записок, штатно-должностных книг. В общем, все, что связано с учетом личного состава. Ну вот, вы приехали туда и продолжайте, пожалуйста, я вас перебил. Сюда, когда приехали? Не-не-не, туда вы приехали, вы говорите, там были сборы. В Чеченской республике. Все начиналось. Правильно? Нет. Там у нас пункт постоянной дислокации. Так. Оттуда я выдвинулся на территорию, в Украину. Оттуда. Там наш полк стоит. Через какие населенные пункты вы приезжали по дороге в Украину? Через бортом мы отправились в Крым, республику Крым. Из Крыма на автобусах нас привезли в Мелитополь. Автобусы? Да. В составе чего? Сколько машин? Там были гражданские автобусы штук 5-6. И всех нас привезли в Мелитополь. Там были военнослужащие с разных воинских частей. И? В Мелитополе потом я находился где-то 10-13 дней. Потому что полк как бы уже был... А в каких числах вы упали в Мелитополь уже? С 3 марта... Нет, февраля, мая. Ну, с 3 марта и где-то по 15 марта я находился в Мелитополе. А вы понимали, что Мелитополь это оккупированная часть уже Украины независимой? Ну, то, что там наши войска стоят. Да. Ну что, это украинская территория, понимали? Понимал, да. Понимал. И вас это не беспокоило? Может, мысли какие-то были в это время? Ну, когда я ехал, из автобусов было видно, что все разбито уже. Видел картину, что до этого там происходило. А. Вот. Ну, надо понимать, что вы не думали ничего с этим делать, да? То есть как-то уходить, разворачиваться. Кому-то рапорт написать о том, что происходит незаконный захват чужих территорий и все такое прочее. Да. Да, а что? Ну, такого я не мог совершить. Ну, обратно уехать. Понятно, да. Ну, вот стояли вы в Мелитополе. В Мелитополе я прождал 10-13 дней, когда меня заберут ближе к полку. Вот. Потому что нас не могли забрать, полк уже был далеко, и никто не знал, где. И через 13 дней нас забрали, ну, меня и 6 солдат, с которыми я изначально ехал к полку. Забрали. И где-то числа 14-15 марта я был, катался сначала на санитарной машине, потом на АБМП катался. Что вы катался? Как это катался? Ну, пошел в первый батальон, там больше всех у меня было знакомых, чтобы мне где-то находиться. Вот. И в составе, во второй роте, там находился, катался с людьми. Куда кроешься? Проводил время. Ну, мы были в основном в лесополках, по полям, в лесополосе, в разных лесополосах. Вот. В эти, ну, это где-то с 15-го январь, с 15-го марта, вот, и до взятия в плен мы находились в лесополосах. Там в основном происходили минометные обстрелы по нам. Мы все время, ну, все время от них из одной лесополосы в другую передвигались. Вот. Один раз были в селе, под Донецком стояли тоже. Вот, за эти дни. Угу. И что дальше произошло? И дальше, когда меня в плен взяли. Да. Ну, дальше... Я так понимаю, что история вот этих ваших покатушек, там вы больше ничего не расскажете об этом. Ну, мы... Может, какие-то контакты с местными жителями были, а они были, безусловно. Ну, два дня мы стояли в селе Заря. Да. Ну, там, когда мы вышли, там нас встретила бабушка, и все, как бы, ну, здравствуйте, до свидания. Ну, два дня мы там стояли, и все, она там выходила, не выходила. Она просила у нас солярки, просила у нас, но давала, пару раз нам давала, ну, один раз давала оладья даже. Ну, как бы, никаких таких близких отношений не было. Просто мы стояли около ее двора. Какого у вас с обеспечением было, сколько суховаяков выдавалось на человека в день? Ну, в день, так мне посчитать, сколько. Просто их было, как бы, кто хотел, брал и кушать. Достаточно, да? Ну, да, как бы, подсчеты не велось. А мирное население, которое выезжало из Мелитополя, как их проверяли? На предмет чего? Ну, я вот в Мелитополе, я находился в одном месте, я так понял, что это была какая-то бывшая воинская часть. Вы видели КПП, где заезжали-выезжали гражданские машины, мирных жителей? Ну, по дороге мы ехали, там ездили машины, да, гражданские. Вы с ними никак не контактировали, не останавливали, не проверяли? Нет, мы ехали колонной своей, все нас везли просто, никак мы не... Хорошо, ну, понятно, в общем, про бабушку и про машины, и как вы в плен попали в результате? В плен мы попали, когда, это было 1 апреля, мы рано утром выдвинулись, ну, название я узнал только, когда уже оказался в плену, это было село Раздольное, Донецкой области. И к подъезду к селу, когда мы подъезжали к селу, в БМП, в которой я находился, его подорвали. Видимо, ну, либо с гранатомета, либо с миномета в него попали. В этот момент, ну, был сильный удар, на несколько секунд я отключился и выбрал сейчас машины. А вы в качестве кого вообще ехали там? В качестве старшего помощника, начальника штаба у меня отправили. Угу. Вот. Но, чтобы мне где-то уже находиться, вот, я пересел уже в машину. Сначала я в санитарной был в машине, катался, потом там мало места в ней было, и я пересел в БМП. Вот. И там, после того, как произошел взрыв машины, я выбежал. Там был механик и наводчик. Мы выбежали на улицу, искать первый увидевшийся подвал. В подвале просидели минут десять. Я прошу прощения, а с остальными машинами что было? Не знаю. Вы когда выбежали со своей, с остальными, что было? Я остальные не видел я уже машин. Стосотра всего машины думал? Впереди нас, ну, машин десять было наших, но в момент взрыва я уже никого не видел наших. Вы, получается, выпрыгнули из своего БМП и просто побежали? Побежал. Не оглядываясь? Да, по улице. Улица была, живая. Так, так. Мы трое человек, мы, нас выбежало. Мы как бы сгруппировались и начали искать первый подвал. Нашли подвал. Там минут десять-пятнадцать просидели, пока был огонь. И через минут двадцать у меня механик был ранен. Там Анатолий его звали и наводчик Аркадий. Я вышел с подвала местных жителей, чтобы найти, чтобы какую-то помощь им оказать, медицинскую. И соседний двор оказался с местными жителями. Потом я их попросил, чтобы, ну, попросил, чтобы они что-то им сделали. Но там были настолько серьезные раны, что, ну, наши солдаты, Анатолий и Аркадий, они отказались от этого. От чего? От предоставления помощи? Да. Ну, там у них была только перекись. Они сказали, ничего не надо делать. И все. И потом у этих местных жителей мы просидели в подвале двое суток. И на третьи сутки НСА взяли в плен военнослужащие Украины, вооруженных сил Украины. А как они зашли в подвал, что-то кричали, что-то говорили? Приехала машина, ну, я по звукам помню, вот. Вот, и они, ну, начали, да, кричать. А есть кто-то в подвале просверлили, не просверлили, прострелили замок. А вы не отвечали, когда вам кричали? Ну, первые разы, секунд 15, да, не отвечали. Потом я крикнул, я крикнул, то, что да, здесь есть люди. Вот. Прострелили дверь, дверь заклинила. Я потом минуты две ее выбивал. Вот. В итоге она открылась, дверь. И, ну, я первый вышел, и за мной вышли остальные люди в подвале находились. А что стало с теми, у кого были раны? Не знаю. Они первые четыре дня были со мной в плену, потом я дальнейшую их судьбу не знаю. Нет, ну, в плен они попали живыми? Да. Да. Ну, там раны были в том плане, что, если, да, осколки. Они были неходячими? Они хромали. Вот. У меня вопрос, вы когда 3-го числа выезжали к своему полку, вы знали, что уже идет война полноценная? Да, я по ним, ну, знал, да. Почему? Видел видеоролики. Я не могу объяснить, почему я не остановился, почему я поехал. Мне неоднократно задавали этот вопрос уже. Ну, я не знаю, что ответить на этот вопрос, почему я не отказался. А как бы вы поступили сейчас, зная наперед все? Зная наперед, ну, зная наперед, я бы сюда никогда в жизни не поехал. А что бы вы сделали, будучи в Чечне, еще там зная все наперед? Ну, там, что бы мне сказали, если у нас два варианта было, те, кто не поехал, либо их, ну, увольняли бы нас, и все. То есть просто было, просто угроза увольнения, обыкновенное увольнение, не больше? Да, либо за отказ, ну, по-моему, уголовное дело, если я не ошибаюсь, за отказ в выполнении приказа. А что, по вашему мнению, предпочтительнее? Уголовное дело в России иметь за отказ или вот находиться в плену? Ну, уголовное дело в России лучше, чем находиться в плену. И находясь здесь, уже многое осмыслило, то, что... Не, проосмыслило это потом. Я имею в виду, если бы вы в России, вот, на вас завели уголовное дело, у вас был бы какой-то, наверное, адвокат, вы могли бы, наверное, выйти там под залог, или как это там происходит? Я не представляю, что бы было. Я не был в таких ситуациях. Что бы было, я не знаю, что бы было. Уволили бы или посадили бы. Нет, ну, получается, просто человек отказывается, вот он отказывается участвовать в какой-то спецоперации. Правильно? Отказывается. Спецоперация незаконная. Ну, и по законам РФ она тоже незаконная, потому что у вас в Министерстве обороны, а не нападение, во-первых. Во-вторых, ну, у вас же прописано так же в Конституции, что вторгаться на чужую территорию, территорию суверенного государства, незаконно. Ну, а вот вы попадаете под суд, под следствие. Как думаете, что было бы? Не знаю я, что бы было там в такой ситуации. Ну, как, я не представляю, что, какую меру наказания бы там сделали, я не знаю, что бы было там. А может быть, вообще бы ничего не было, а может быть и было. Я не знаю, честно, я не представляю, что было бы. Ну, есть такой вариант, что дали бы просто какой-то условный срок и все. Возможно, возможно, нет. Возможно, я не знаю, честно, что бы было с военными людьми, просто если бы и вообще сажали бы военных людей. Клуб в штабе были? Были те, кто отказывался от спецоперации? Ну, были. Ну, были перед, перед убытием были те, кто отказывался, их просто уволили и все. То есть отказался, рапорт написал, и тебя уволили и все. Да. Это до 24-го числа или уже? Да. А потом, когда? Потом таких не было уже. Я не знаю, что с теми людьми, которые здесь уже, которые здесь оказались. Не-не, имеется в виду, не много не это. Вы говорите, до 24-го числа были отказники? Да, были. Откуда они знали, что происходит? И что планируется? Они не знали ничего. Ну, а как же они отказывались? От чего они тогда отказывались? Ну, получается, у них в голове что-то было, что они понимали, что будет что-то серьезное. В основном отказывались. В форме чего выглядел отказ? Как это было? Ну, просто я не... Рапорт на увольнение? Отказываюсь, да, ехать, выполнять задачу и выезжать, и все. Какого числа это было? В каких числах это было? Ну, я так не скажу. Это просто было на протяжении всего времени, может, за три недели до начала всего. А в каких званиях были эти люди? В основном это, ну, рядовые солдаты. Были люди, которые отказывались. И много таких людей было? Ну, много. Ну, то есть вы, как штабной офицер, сейчас нам сообщаете ценную информацию, спасибо вам, просветили нас, что за три недели, в течение трех недель перед началом этой вашей так называемой спецоперации были люди, которые писали рапорт о том, что они не хотят ехать в Украину, правильно? Да, были. То есть, значит, люди, по крайней мере, там, в расположении той части, в которой вы находились, знали наперед, что они поедут в Украину? Ну, предполагали, видимо, да. Я вот общаюсь с солдатами, то есть из нас никто не знал, что все, ну, как бы, то, что 24-го числа мы будут заходить в Украину. Вы хотите сказать, что рядовые предполагали и писали даже рапорта о отказе, а вы, офицер штаба, ничего не знали и не предмахали. Нет, мы не знали, никто не знал, что мы будем именно заходить в Украину. Ну, военнослужащие, может, на них как-то кто-то повлиял, я не знаю, но этого никто не знал, будем ли мы заходить. Так от чего же они тогда отказываются? Не знаю, от выезда, видимо, предполагали, может, родители как-то им что-то говорили. Ну, довольно абсурдно вообще выглядит, да, эта формулировка? В плане чего? Ну, в плане того, что рядовые пишут рапорта на отказ ехать в Украину, а вы, офицер штаба, не знаете ничего. Ну, да. Ну, то есть, понимаете, человек принес рапорт, я отказываюсь от участия в спецоперации или в заходе в Украину, или как, я просто хочу понять, как это выглядит, серьезно. Вот смотри, ну, до 24-го числа никто не знал, что будет какая-то спецоперация. Да, никто не знал, но вы говорите, тем не менее, что они отказывались ехать в Украину до 24-го. Да, выход на полевой выход, и люди отказывались ехать. А много этих людей было? Сколько? Ну, нет, немного. Ну, в 10-20-50? Ну, человек 30 было, может быть. А сколько из вашей части из Чечни уехало на спецоперацию? Ну, с нашего полка, ну, человек 800 уехало. А после 24-го числа, когда уже все знали, что война, убивают, были отказники? Вы же были еще до 3-го числа у себя в части. Да, был до 3-го числа в части. Ну, как бы были люди, которых, допустим, пребывали с других командировок, они еще доезжали туда. Ну, были такие, кто отказывался. Я не могу конкретно сказать по числам, но вот точно были люди, которые отказывались. То есть, первое, я просто пытаюсь для себя понять, для зрителей, которые нас будут смотреть, да, мы же не просто посидеть, поговорить, я уже засыпать начинаю, честно говоря, от вот этого вот монотонности, от этой. Мы же пытаемся донести какую-то информацию. Сначала люди до 24-го числа писали отказ от чего? От того, что думали, что что-то будет. А после 24-го уже писали от того, что не думали, а знали, что что-то уже происходит? Да, по-моему, да, были такие. Уникальная история, но хорошо. Но она интересна тем, что были такие люди. Ну да, это первый штабной офицер, раньше не было никого на интервью. У меня еще такой вопрос по... Вы сказали, что вы приехали, пока не ушли далеко. Вы приехали в Мелитополь, вас привезли автобусами. Вы там, по сути, 13 дней, 2 недели тынялись, да? Да. Не знали, что... Ну, катались. Ну, нет, мы... А, да, даже. Мы находились в одном помещении все время и ничего, грубо говоря, не делали. Ожидали просто, когда нас заберут к полку. А потом вы сами нашли себе знакомых и с ними на своей инициативе стали воевать? Потом, когда я к полку... Ну, как знакомых. Я их знал, там, офицеров этих, которые в своем же полку. Ну, и просто нашел себе место. Мне назад уже варианта не... Ну, назад пути не было, как добраться. И я остался с подразделением, чтобы где-то перемещаться, где-то находиться. Сколько было боев за вот этих 2 недели ваших покатушек, так называемых? Ну, как таковых конкретных боев не было. Вот только вот, когда уже меня в плен взяли. В основном все происходило артиллерийскими обстрелами. Мы начинали куда-то выезжать, и нас постоянно накрывала артиллерия. То есть, мы толком, чтобы встретиться военнослужащий с военнослужащим, вот, враг шалон такого, при мне такого не было ни разу. То есть, вы 2 недели выезжали, не возвращались? Все время были передвижения, ну, в этот момент были артиллерийские обстрелы. А ваша цель движения? Моя конкретная? Да нет, ну, ваша цель, вот, ваших колонн, вот, вы едете. Не знаю, никто не... Просто, просто сказали, допустим, вот, 6 утра заводимся, все, и едем. Нито не знает, куда мы едем. 10 БМП погрузилось, и поехали? Да. И поехали, никто не знает, куда мы едем. А вы не задавали вопрос, там, старшему командиру, там, вышестоящему начальнику, куда мы едем, чего мы делаем? Они тоже не знали. Когда мы уже приехали, допустим, остановились, тогда уже сказали, там, находимся, вот, там, в селе Заря, допустим. И под Донецком мы еще были. Пять дней мы там стояли. Так, сейчас выходим, садимся в машину, едем, не знаем, куда. Ну, это выглядит, как какой-то... Ну, чисто вот, ну, как будто вы с нас, знаете, вот, издеваетесь сидите. Ну, это такое разное может быть. Ну, так было. Хорошо. А передо мной? Вот, ноги не верят, да, ну, мы просто ехали, и все. Так вот. Проснулись утром, кому-то пришло в голову, сегодня едем туда, туда приехали, постояли. Нет, мы не туда, проснулись утром, равняется, смирно, по машинам, куда мы едем. Мы не знаем, поехали. Так, и все. Ну, конкретно, да, места не знали, едем вдоль лесополок, и все. Вы в плен попали? Да, поехали, отличная идея, поехали, не знаем, куда. Да, брат, поехали. Вы поехали, вас в плен от Мелитополя на каком расстоянии взяли? Еще раз, мы... Вы попали в плен от Мелитополя, на котором... А, ну, не знаю. Ну, сколько вы там, километров 10, 50, 30? Я не представляю. Вы проснулись утром. Кто-то... 300-400, может, где-то. Километров. Километров от Мелитополя? Да. И четыре дня ехать, ну, по вашим, с вашей скоростью. Хотя можно и за ним, можно проехать. Да нет, на БМП это полдня. Нет, ну, так как они рассказывают по другим историям, то они как раз такое расстояние проезжали. Ну, это же, да, не может, может быть, совсем другая история. Вы за день проехали от расстояния или за сутки? От Мелитополя до полка? Да. На вертолете. Так. От Мелитополя до полка, когда уже мы там находились 13 дней, на 14-й, нас забрали на вертолете. К полку, потому что он был уже далеко. А где полк находился? Полк находился где-то в Донецкой области. И вот оттуда вы уже с этого полка потом ездили, не знали куда. Правильно? Да, да. Ну, видите, вы же тут деталь как-то или не сказали? Что, 300 километров пролетели. Да, ну, она выпала, выпала. История эта выпала. Ну, и вот вы, собственно говоря, просыпаетесь утром, развод там, или не знаю, как это, что, завтрак? Нет, развода не было. Да, ну, короче, кто-то один говорит, ну, все, поехали. Остальные куда? Он говорит, не знаем куда, все говорят, отличная идея, поехали. И сколько вы после этого проехали, какое расстояние до момента, как вы попали вот в плен? Ну, я не могу сказать. В часах, в днях. А, в днях? Да. Ну, получается, где-то с 16-го, 17-го марта до 1-го апреля. Ну, две недели. Вы ехали две недели? Нет, ну, как мы ехали, допустим... Я понял, вы выдвинулись, постояли, поехали в другую... Поехали в лесополоще, в одной постояли 2 дня, из нее уехали в другую лесополосу. В той лесополоще постояли 2 дня и уехали в другое место. Там нас обстреляли, мы опять в другое место. И вот так вот... То есть вас находили наши артиллеристы, и вы от них убирали в другое место и стояли там... Да, мы перемещались, да. Вы, как офицер вооруженных сил, можете объяснить какой-то элемент стратегии ваших действий группы колонн в 10 БТРов, которые переезжают с полосы в полосу? Какая боевая задача могла выполняться, если вы убегаете? Если вы ни в кого не стреляете, вы ничего не делаете, вы просто перемещаетесь с посадки в посадку. Мы перемещались от минометных, от пострелов. Цель какая? Перемещение этих? Понятно, что базы не попали. А глобальная цель ваших маршей этих, или как это назвать? Глобальная цель остаться на этом месте и на следующий день, видимо, продвигаться ближе к другим, туда, куда надо было. Но куда надо, при этом. Это туда, где можно? Никто не знал. У нас Мелитополь уже давно в оккупации. Расскажите о жизни в Мелитополе. В Мелитополе... Глазами вас? Моими глазами я находился там все время в одном месте. Это, я так понял, это была воинская часть. На поделение какого времени? Ну, с 3 по 17 марта. В городе я не был. Только то, что я помню, когда мы ехали. Из окон было видно. Ну, это... А так в эти все дни мы ночевали в одном помещении и все. Ну, в казан. А из окон вы видели что? Из окон мы... Ну, пока ехали вот по городу вот эти минут десять по Мелитополю. Я видел обычную жизнь. Ну, то есть, блин, обычный, да. Только видел я... Видел наших военных, видел гуманитарную помощь и видел большое скопление людей возле аптек. Это то, что я запомнил. Обычный гражданец? Да, и все. Такого же чего-то особенного я не замечал там. А с Мелитопольцами не общались? Нет. То есть, вас автобусами привезли? Да. В части закрыли? Да. Ну, не то, что закрыли. Просто мы не выходили из нее никуда. Вам не лягло выходить? Ну, не на чем, незачем было выходить. Мы просто ждали и все. И много у вас таких ждунов было? Ну, у нас было со мной семь человек. Еще там с других военских частей были, я не знаю откуда они были. Человек тридцать, может, сорок было там. И все. И мы ждали, когда нас заберут. Ваш полк... Расскажите про полк. Вас все-таки туда, на вертолете. А на каком вертолете у вас? На Ми-8. Ми-8. Ну, ничего не имею. Те же там... Слышал. Эксперт. Да. Ну, грузовой какой-то, да? Ну, обычный. Ну, да, гражданский. А транспортировали вас туда? Как ваш полк? Численность изменилась? Были там раненые? Раненые были. Много было раненых. Много было... Ну, как сказать много. Конкретно не могу сказать. Погибших были раненые. Ну, плюс-минус, числами. Ну, погибших, когда я прибыл, я не могу конкретно сказать, но человек, может быть, тридцать уже был раненых. Двухсотых тридцать? Да. А трехсотых? Трехсотых, ну, наверное, человек сто было точно. Наоборот. По слухам. Раненых около тридцати человек, и человек убитых около тридцати человек, и раненых около ста. Да. Раненых было много очень. Что делали с трупами? С трупами? Ну, я вот сам лично первые дни, когда катался в санитарной машине, мы где говорили, если где-то есть, мы их подбирали. Я вот сам лично даже брал несколько погибших людей и в санитарную машину клал. Так. А потом, что, морг доставляли или куда? Нет, потом мы передавали в машину медицинской роты, и они отвозили, я так понимал, уже в госпиталь. Ну, так было. В госпиталь, насколько я понимаю, по логике трупов везти нет никакого смысла. Их надо как-то сохранять. Ну, да, в госпиталь. А из госпиталя как-то уже куда-то везли, ну, я не знаю. А это вас назначили? Нет, нет. Это просто потому, что я, ну, мне, грубо говоря, не то, что нечего было делать, я помогал просто. То есть, на собственной инициативе вызвали съездить, собрать трупов и раненых? Ну, да. Я катался первое время в санитарной машине, чтобы там не ночевал. И во время всех этих перемещений, когда были наметные обстрелы, солдатами просто... И много вот за день вывозили? Ну, немного. Ну, он же говорит. Ну, он же говорит. Где-то за все, за пять дней, которые я там был, погибших человека три было. Ну, раненых человек пятнадцать, может, десять. И вот вы попали в плен, и вот вы сейчас с нами находитесь здесь. И что вы можете сказать другим военнослужащим России, которых сейчас сюда отправляют? В отличие от вас... А почему в отличие от вас? Вы видели обращение президента? Да, извините, вопрос пока снимается. Вы же узнали уже, куда вы едете? Ну, да. Ну, да. Я понимаю. Ну, не то, что... Сколько вам полных лет? Двадцать три года. Двадцать три года, высшее образование. Да. Объясните, пожалуйста, что такое деноцификация? Деноцификация? Да. Это когда... Ну, демилитаризация, это развооружение. Так, достигли цели демилитаризации? Нет. Вы знаете, почему я задаю вопрос этот? Нет, не... Ну, вы обращение президента, то есть, своего не смотрите, да, получается? Я смотрел, да. Весь мир смотрит? Я понял, к чему вы ведете, то, что он сказал, то, что специальная военная операция по демилитаризации и деноцификации Украины. Совершенно верно. С демилитаризацией более не менее понятно. Сработало с точностью да наоборот. Деноцификация. Деноцификация, то есть, нацисты. 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 Убрать их. Так получается. Я перебью, это, наверное, первый офицер, который вообще первый человек из всех сказал четкое определение, что деноцификация – это речь о нацистах, а не о национальности. Да, совершенно верно. Нацисты – это кто? В моем понимании нацисты – это люди, которые истребляют всех, кроме своей нации. Так. Путем, самыми негуманными путями. Да. То есть в Украине были какие-то люди, которые истребляли всех, кроме своей нации? Ну, получается, это слово деноцификация подразумевает это. То есть нужно было уничтожить тех людей, которые в Украине находятся и уничтожают всех, кроме своей нации? Ну, исходя из вашего утверждения. Или, может быть, вы что-то передумаете насчет этого? Ну, получается, что так, да. Как бы не задумывались мы об этом. Да я понял. Да каково они истребили, эти наши нацисты? И кто они вообще такие? Если они у нас есть? Еще раз можно? Ну, вы отправлялись в Украину с целью деноцификации. То бишь, вы думали, что у нас есть какие-то нацисты. А как вы себе их представляли? Так поставим вопрос. Никак не представлял. Мне задавали этот вопрос уже. Как отличить нациста от военнослужащего вооруженных сил Украины? Да. Мы понимаем, что нацист – это каждый, кто воюет с агрессором. Правильно, по вашему мнению? Или как? Ну, да. А кто в этой ситуации агрессор? Агрессор? Да. В той ситуации агрессор. Ну, получается, что мы, потому что мы на вашу территорию вторглись. Ну, как бы логично. И вот мы обороняемся. Я вам только что показывал видео, да, где женщины идут в Харькове. Я видел очень много видео. И вот снаряд прилетает прям, да, вот-вот. То есть мы пытаемся обороняться от людей, которые бомбят наши города. И каждый, кто пытается оборониться от этих людей, получается, он нацист. Правильно? Но исходя из РостТВ, получается, картина, в принципе, такая. Вы подтверждаете это? Еще раз можешь сказать? Мы обороняемся от людей, которые к нам зашли. Как агрессоры, что вы только что с вами сказали. Эти люди нас бомбят. Получается, каждый, кто обороняется от этих людей, он нацист. Правильно? Нет, обороняются мирные жители. Они не нацисты. Но вооруженные силы Украины и территориальная оборона. У меня нет сейчас понятия нацистов, что здесь и есть нацисты. С теми людьми, с которыми я здесь встречался. Девушка, которая шла на видео, как ее определили, что она нацист? Да, у нас, получается, два типа людей сейчас. Одна группа – это просто мирные жители, которые просто хотят продолжать дальше жить в Украине. И другая группа людей – это более активные жители Украины. Будь то вооруженные силы или территориальная оборона, которые взяли в руки оружие для того, чтобы от вас обороняться. Где тут вот в этой вот массе людей около 30 миллионов, условно говоря? Где нацисты? Как их разобрать? Ну, по факту, если вот так ходить по улице, их нет. Но это предположение более, я так понимаю, уже не мы определяем их. А кто определяет их? Если динацификация, так сказал, Верховного командующего где-то, значит… То он их, значит, и определил. Короче, он один знает, да? Ну, на протяжении тех дней, что я здесь, я для себя не определил нацисты. Скажите, пожалуйста, если… Давайте чисто гипотетически порассуждаем. Вот ваш главнокомандующий знает, что здесь есть какие-то нацисты. Конечно, этого нет, но мы уже уходим в чисто такую метафизику. Поскольку понятно, что их совсем-совсем немного, да? Потому что, ну, никто их не встретил, значит, их совсем немного. Ну, он о них знает, да? Не логичнее ли провести операцию с разведывательно-диверсионными группами для того, чтобы уничтожить в Украине вот этих там… Какое-то количество нацистов. И, собственно говоря, все, динацифицировали. Вместо того, чтобы вторгаться с разных сторон в Украину и бомбить абсолютно мирные города. Угу. Угу. Логичнее? Я понимаю, да, к чему вы говорите. Я… То, что столько всего произошло за эти дни, столько разрушений… Ну, не знаю, для чего все это… Давай попробуем позвонить его. Не, сейчас я еще… Сошел позволение выделяю. А если вот брать модель, Владимир, о том, что есть мирные, которые не нацисты, да, есть вооруженные силы наши, которые тоже, как вы говорите, не все нацисты, но там где-то есть… Не, не, он не так говорит. Он говорит, и эти не нацисты, и эти не нацисты, но нацисты где-то есть. Кто они такие непонятные? Это мой вопрос. Предполагаем, да, вот… Вы поймали, вы там вооруженные силы армии, второй армии мира поймали 100 человек. Ваш Путин их где-то там, но он знает, что есть нацисты. И вам приказ убить нацистов. Как вы вот это вот должны определить? Вот стоит 100 мирных человек, не берем военных. Стоит 100 мирных человек. Это как-то надо взять… Циркулем, Борову может померять им нужно, линейкой как-то… Как модель эта должна выглядеть? Опросник какой-то, ты нацист? Ну, я не знаю, как она должна выглядеть. Я вот просто… То, что у меня в голове было, как бы, в плане политическом, то, что… Я вот знаю, что… Ну, не знаю, просто вот, допустим, на протяжении долгих лет, там… Учебники, история переписывается. Типа, ну, на территории вашей страны. Дети, детей учат истории не той, которая была, в общем, такое… Давайте поговорим о истории. Только не все одновременно, пожалуйста. Ну… Что именно переписывается в наших учебниках? Вы же… Не-не-не-не, вы это где-то слышали. Вы это где-то слышали? Расскажите, пожалуйста. Честно, я вам скажу, где я это слышал. Да, конечно. Вот, она меня такое раздобро интересует. Я это слышал в селе, в котором меня взяли в плен. От старой бабушки-учительницы. Да. Она мне говорила конкретно. Вот, она сказала, то, что я работала в школе-учительнице, и меня уволили. Типа, я не смогла работать. Потому что, говорит, стихи Есенина и Пушкина переводят таким образом, то, что… Вообще, от оригинала другой текст, все другое. Все. Ну, и… Вот, я от нее это слышал. То, что учебники другие, как бы… Вот. Это мне сказала… Это мне сказала обычная жительница вот этого села, где меня взяли в плен. Знаете, я готов был бы провести такую интеллигентную беседу по поводу обсуждения этого вопроса. И не только с теми людьми, которые с этим не согласны, но и с теми людьми, которые это делают. Перевод этих стихов. То есть, у меня тоже, на самом деле, неоднозначное мнение. Зачем переводить стих там Пушкина, если, например, любой украинский ребенок, даже если он знает украинский язык, он может и по-русски этот стих прочитать. Но, с другой стороны, если у нас есть язык… Ну, то есть, тут идет дискуссия по вопросу, а стоит ли украинским детям знать вообще русский язык или не стоит. Потому что у нас школы на украинском языке, да? И вот у нас выходят законы о том, что у нас школы на украинском языке. Мы переводим Шекспира, Оскара Уальда, в общем, всех. И в том числе и Пушкина. Потому что он как бы есть в школьной программе. И да, возможно, этот перевод не всегда самый удачный. Ну, в оригинале-то всегда лучше, да? Правильно? И вот учительница этой, перевод Шекспира, он как бы… Он не задел ее. А вот перевод Пушкина и Есенина, он ее задел. Но это старый человек, к которому она привыкла… То есть, в ее сознании Пушкина нужно читать в оригинале. А в сознании большей части у украинцев школы должны быть на украинском языке. В том числе и в моем понимании, да? То, с чего я начал, это как бы вопрос дискуссионный. Но школы на украинском языке. Ну, Ленин, до начала войны… Вот я жил всю жизнь, и для меня Украина и Россия… Ну, это как, грубо говоря, ну, не одна страна, но это такие же люди, как и мы. Да. Ну, вообще, Бог, когда создавал человека, он, наверное, не именовал его. Там, ты там россиянин, ты там украинец. Биологически мы все, как бы, одинаковые люди. Но у нас своя страна, а у вас своя. Да. Хотя там по поводу хромосом что-то у вас говорят. Может, по поводу биологической темы тоже могут не согласиться. Ну, биологически понятно, мы все одинаковые. В плане родственных отношений половина вот… Родственники, друзья, у вас в России… У вас, допустим, много родственников в России. У нас много родственников в Украине. Да. Да. Все правильно. И почему вот это все так происходило? Вы нас сейчас спрашиваете, почему вы пришли убивать своих родственников? Потому что у нас в школе Пушкина переводят, так у нас школы на украинском языке. А школы у нас на украинском языке, потому что у нас страна Украина, которая не является частью России, не является ее сатиритами. Школы у нас будут такие, как мы посчитаем. Многие, я уже слышал, они уже сказали, забудьте про нас, мы европейская страна. Ну… Во Франции, если там учат Пушкина, его тоже переводят на французский. На русском его никто учить не будет. В Америке? В Англии. Да. Ну… Хотя я говорю, это очень дискуссионный вопрос. Может быть… Может быть и неплохо было бы, чтобы наши дети там хоть чуть-чуть знали там русский язык, хоть чуть-чуть там… Но проблема в том, что… Не проблема, а смысл в том, что они и так, в принципе. Вот моя дочка учится на украинском, но Пушкина она в оригинале может легко прочитать и понять. В быту никто никому не указывает и не говорит, на каком языке ему общаться. В сфере обслуживания? Говорит, говорят. Потому что, да, Украина. Ты пришла обслуживать в ресторане, работать официанткой в Украине, в государстве. Будь добра, знай украинский язык и моги на нем обслужить. А если уже клиент с тобой по-русски разговаривает, я до сих пор захожу в некоторые рестораны. У меня это, знаете, такое ситуативное. Бывает на украинском, бывает на русском. И со мной могут… мне могут отвечать на украинском, мне могут отвечать на русском. Это вообще никого-то не беспокоит на самом деле. Но вы пришли с оружием убивать людей. Понимаете? А мы с вами сейчас разговариваем о куплетиках в книжках. Вы соизмеряете вообще? На русском языке, между прочим. Да. Вы сказали только что фразу «до войны», а когда она началась? Началась? Да. До войны, это я к чему сказал? Это вот вы… Ну вы, да, вы как-то начали и… Вы сказали, до войны этого вопроса никогда не было. Да, но ведь до войны этого вопроса… Да. Когда началась война? Да. Вы офицеры должны это знать? Вы имеете в виду раскол в отношениях между Россией и Украиной… Конкретная формулировка… Майдан, Крым… Вот это вот всё… До войны… Не, но вы сказали «до войны», да. До войны… А когда вы меняете войну? Ну… С четырнадцатого… Донбасс… Вот это всё, когда делёжка началась… То есть вы понимаете, что в делёжке Донбасса непосредственно участвовала Россия? Ну конечно, да. Не в делёжке, а опять же… Ну да. Не, не, я понимал, что там Россия и Украина, да, потому что это территория Украины, я понимаю это. И там происходит… Сейчас же Донецкая и Луганская республика, они же не признанные республики, правильно? Ну, вами признанные, больше никем не признанные. Не, ну там ещё какие-то… Северная Корея признала, по-моему, там ещё не ряд… Папулацы какие-то… Да, это… Приднестровье… Да, а ну-ка прекрати, пожалуйста, это… Нетолерантно то, что ты сейчас говоришь. Папулацы. Что такие папулацы вообще. Я вам хочу ещё раз сказать спасибо, потому что вы, наверное, опять же, первый, кто из офицеров и солдат сказал, что война с 2014 года. Ну да, возможно. Я уже, в принципе, не запоминаю, но… Признал, признал. Вы на этом остановились. Россия признала, сейчас уже больше никто не признал. Ну, это же, на самом деле, не суть вопроса. Мы возвращаемся к тому, что вы сказали, что мы думали, что мы один народ. И, по сути, я вам скажу так честно, да? Да я до 13-го года, наверное, да, до 14-го, в принципе, тоже вообще-то над этим не задумывался. У меня тоже там родственники в России есть. Никто никогда над этим не задумывался. Мы там ездили, они ко мне, мы к ним, на свадьбы какие-то ездили, на то, на сё. Серьёзно, этот вопрос, правда, не стоит. Но в 14-м году у нас произошёл, как известно, Майдан. Да. Да. Свержение власти. Ну, в вашей стране. Убегание власти, я бы сказал. Порошенко. Не, убегание власти. Потому что Янукович взял и убежал. Не без помощи россиян, между прочим. Ну, это правда. Где сейчас Янукович? Ну, я слышал, что он в России. Это честная информация, да. Он в России действительно находится. Ну, то есть он взял и сбежал в Россию. А вот. По поводу свержения власти. Значит, смотрите, история следующая. Здесь у нас принципиально разные подходы. И мы никогда друг друга не поймём. Но у нас, если народ, большинство народа, за европейскую интеграцию. Ну, то есть за цивилизационные ценности. То есть мы не хотим в таёжный союз. Мы не хотим жить, как Беларусь и Россия. Мы хотим жить, как там живут в Европе. Ну, по этим стандартам. Мне вот это интересно. Как вы это поняли? Вот как обычный человек, проживший всё время во взаимоотношении с Россией, вдруг захотел стать европейской страной. Но я вот не то, что... Вот я хожу каждый день, работаю, гуляю. Там я, допустим, тренер или я учитель. Я вообще об этом не думаю даже. А вот каждый из украинцев сейчас... Украинцев, украинцев... Нам, правда, не очень существенно, как вы это говорите. И вы, или на вы говорите, в частности, вы. Да. Ну, вы... А, ну, я... Да. В какой момент вот это вот всё то, что так начали бороться за европейскую... То, что мы... Вот для меня вообще смысл... Я вам сейчас задам вопрос, а вы, я думаю, ответите на него. Вы за границей где были? Можете перечислить страны? В Турции был. А ещё? Всё. Ну, ещё в Украине. Да. Я, наверное, вас удивлю, но вот... Очень много украинцев побывало в десяти плюс странах. Это как минимум. Европы. Европы, мира, это не есть проблема. Вообще. Мы видели другой мир, и мы хотим в этот другой мир. Часть Украины, в частности, западная Украина, граничит с европейскими странами. Ну, с Польшей. Работает в этих странах. Всячески взаимодействует с этими странами. Кто-то из семьи, да где-то всё время там. Мы этим не гордимся. По идее, конечно, лучше, если бы они работали здесь у нас и получали хорошие зарплаты. Ну, так вот, мы и хотели этот мир к нам. Была зацепка в зоне свободной торговли с Европой. И мы понимали, что мы хотим торговать с Европой. Мы хотим товары, как в Европе. Мы хотим, чтобы у нас автомобили продавались европейские, по европейским ценам. Это я вам говорю о сознании тогдашних людей, которые выходили на Майдан. Мы хотели ездить в Европу без каких-либо проблем и ограничений. Ну, то есть, нам для того, чтобы поехать в Европу, в принципе, вообще не нужно ничего. То есть, я сел в машину и просто туда поехал. Сейчас, да? Ну, после Майдана. В любую страну Европы ты садишься, едешь и паспорт показываешь один раз. Не нужно ни виз, ничего. Да. Ты просто на границе с... ну, чуть кудой ты там едешь, показываешь один раз паспорт, там тебя отметили, всё больше никаких проблем. Вот нам, нам нравится сесть в самолёт, вообще один раз пройти паспортный контроль, полететь в Рим, в Милан, там, не знаю, в Барселону, куда угодно, в Париж. И стоит это, на самом деле, ну, реально копейки. Потому что у нас самолёт летает, как маршрутки. Есть такие штуки. Лаукоус называется. Ну, там чуть-чуть заранее, конечно, надо билет взять, если у кого денег не хватает. Ну, вот, нам такой подход нравится. 20 долларов, 30 долларов у нас стоит билет в Рим. Это сколько рублей русских? Ну, мой последний курс, который был, 80 рублей. Сейчас рублей 120, наверное. А понимаете, в чём смысл? Когда распался Советский Союз, когда распался Советский Союз, практически каждая страна из Советского Союза... Нет, ну я не могу сказать каждой, я могу сказать за... Как вот вы все вместе захотели и так вот, хотим стать европейской страной. Да нет, это не в одну секунду произошло. Это произошло с того момента, как распался Советский Союз. Вот когда распался Советский Союз, Россию продолжили пичкать идеей Советского Союза и продолжили пичкать идеей имперской России. И что вот это вот всё одно, вот это вот надо собрать, вот это вот надо так идти, вот это вот надо так жить. А Украину не пичкали никакой идеей, кроме как идеей независимой Украины и наши средства массовой информации, как бы я о них не говорил или не думал, я тоже о них не лучшего мнения. Каждый человек в Украине имел доступ к другой информации. О том, как живёт весь мир. И у нас нет этой штуки по телевизору, что у нас там Байден подъезды обоссал, или Обама, или ещё что-нибудь. Нас не пичкает информация о том, что все вокруг враги, как в России. Что на нас кто-то всё время нападёт. И поэтому мы черпаем информацию из совсем других источников. Мы видим, как у вас живёт Саратов, как у вас живёт Мурманск. Показать вам вот эти вот фотографии с этих городов? Я думаю, с Мурманской области. Да, они у меня просто есть и как бы, ну есть мемы такие сейчас в интернете. На Мурманск напали боевые голуби геномодифицированные из Украины. И там типа куча руин, развалин таких, да, там на ведра люди ходят. А внизу подпись, а не, они напали, там всё-таки было. У нас в сёлах газ, у нас нормально всё, дороги сделаны, люди живут. У нас не такое сознание, как у россиян. У россиян сознание коллективное, а у нас сознание индивидуальное. У россиян сознание, вот у нас так, потому что так, потому что царь-батюшка так решил. А если как-то иначе, то это означает, что ты враг, потому что ты работаешь на Байдена. Ну вот приблизительно такая штука. У нас это не работает. У вас есть телевизор? Там, где вы сейчас находитесь, в кабеле? Да, да, есть. Вы видели видео, как ваши военнослужащие с Киевской области на БТР вывозили микроволновки, стиральные машины, чайник? Я видел это не по телевизору. А, вы вживую? Нет, мне по телефону показывали военнослужащие в Украине. Это вы, ну, вот вы офицер, считаете, вот ваши подчинения воруют микроволновки из домов, мародерят? Все это время я задавал себе вопрос. Я хотел увидеть, кто... Ну, я хотел спросить у этого солдата. Просто вот я просто это всем говорил, вот те военнослужащие, которые служили в моем полку, или тех, кого я знал. Я не могу себе представить такого, что они вот это сотворили. Изнасиловали женщин, убивали детей. Ну, тех взять, кого я знаю. И мне было всегда интересно увидеть тех, кто это сделал реально. Не, ну, хорошо, смотрите, есть объективные факты. Зашли россияне в бучу такого-то числа, вышли оттуда такого-то числа. Снимки со спутника. Трупов до россиян вдоль дорог не лежало. После выхода россиян остались трупы на дорогах. Причем, как российских солдат, так и мирных жителей. И тут сгоревшие машины по дороге разбитые с микроволновками и стиральными машинами, которые не успели выехать. То есть, они умудрялись забрать стиральные машины, а трупов своих они бросили просто на съедение собакам. Потом есть зафиксированные истории, как они это все переотправляли почтой, там, к себе домой и так далее, и так далее. То есть, это истории доказанные. И они еще будут более доказаны. Вот есть такие объективные данные. Вы им не верите или как? Или что? Не то, что не верю. Я вот сейчас начал это осознавать. До этого. Вы считаете, что вы сами сделаете такую картинку? Нет. Нет. Давайте еще раз вернемся к Майдану. Майдан в случае. У нас уже такой большой исторический отец. Сколько мы там уже? Сейчас мы уже, наверное, разговариваем. Вот у нас случился Майдан. Вот мы там себе захотели жить как-то иначе. О том, что это случилось не в одну секунду, вы и так знаете уже. Я вам уже рассказал о том, что у нас, в принципе, сознание менялось у большей части страны на протяжении 30 лет независимости. Да, ну там, 24 лет независимости. Да? Возьмем. Мы пришли к этому большей частью страны. Хотя там, где больше была информационная история из России. Вот это взять Донбасс. Хотя там тоже, ну вот, там просто дисбаланс информации был. Меня просто многие люди, которые сейчас поуезжали из Донбасса скажут, что ты опять рассказываешь про нас всякие гадости, а мы на самом деле были такими же сознательными украинцами. Поэтому за весь Донбасс я тоже не могу сказать. Ну частично там все-таки были более лояльны к России. Да и в Харькове были более лояльны к России, пока вы Харьков бомбить не начали. То есть вы сейчас вообще полностью развенчали вообще все, всю лояльность к России, своими последними действиями вы развенчали уже окончательно. Все, вас ненавидит, вас ненавидит уже вся Украина. Потому что часть относилась еще более не менее лояльно. И вот у нас Майдан происходит, вот у нас большая часть выходит за цивилизационные ценности, за путь в Европу и так далее, и так далее. Почему объяснять опять-таки, ну вот вы знаете как живут люди в России, как вы оцениваете социальное... Вы были в Турции, вы были в Турции. Как вы оцениваете разницу между отдыхом в Турции и, к примеру, что у вас там? В России? В Сочи. Турция, ВС, Сочи. Ну в любом случае, может это был отдых, это был первый... Первый заграничный полет, я скажу, что в Турцию. Ну потому что, ну это как бы логично. Ну вы хотите сказать, могу ли я сказать, что в Турции лучше, чем в Сочи? Ну я не знаю, я ничего не хочу, я хочу услышать ваше мнение только. Ну из-за того, что я там был первый раз, конечно у меня впечатление оттуда более яркие, чем от того, что я находился в Сочи. Да, у нас в России, ну как бы все стараются отдохнуть где-то за границей. Ну как бы, да. Просто, ну вопрос к чему дальше идет? Нет, вопрос к тому, что мы для себя как украинцы хорошо понимали разницу между жизнью в России и жизнью там, куда мы стремимся. Стандарты этой жизни, да. Мы это хорошо понимали. Я пытаюсь привести вам пример из вашей жизни, ну тот, на который можно сослаться практически. Вот отдых в Сочи и отдых в Турции. И если вы понимаете, что в Турции, а это понимаете не только, вы извините, это понимают все россияне, да, вменяемые, что в Турции можно отдохнуть в 4 раза дешевле и в 4 раза лучше, чем в Сочи, да. К тебе будут нормально относиться, тебе будут улыбаться, тебе будут подавать нормальные напитки и еду. Ты будешь купаться в чистом море, до которого недалеко, и так далее, и так далее, и так далее, в отличие от Сочи, где тебе могут еще и нагнуть, да, и все это будет втри дорого и далеко не так комфортно, то я на этом примере вам говорю, вот почему мы хотели как жить как цивилизованные люди, вместо того, чтобы жить как Россия. Мы это понимали. То есть, да, но вы никогда не поймете историю о том, что у нас был Майдан в связи с этим, потому что, знаете почему? Знаете почему вы так вот возненавидели наш Майдан? Причина только одна. Почему? Вы никогда не считали нас независимой страной. Потому что, если бы вы считали нас независимой страной, то бы вы посмотрели, ну Майдан и Майдан. Ну так же? Ну правильно? Ну бывшие страны Советского Союза. Поэтому осталось. Если бы в Польше был Майдан, вы бы туда тоже вторглись? Вас бы тоже это так сильно возмутило, что в Польше Майдан? Во Франции желтые жилеты выходили, забастовка была. Очень серьезная, на самом деле. Вас же это так не возмутило? Потому что вы считаете Францию независимым государством. А Украину вы таковой никогда не считали. И пошло в 2014 году вторжение на Донбасс. Завуалированное. А сейчас уже в 2022 году пошло открытое вторжение в Украину. Полностью, полномасштабное. И вывод здесь очень простой из этого исторического краткого экскурса. Пока вам не навалят. И пока вы не поймете, что сюда ходить не нужно. Что здесь независимая страна, которая будет жить так, как посчитает нужным сама. Или большинством, по крайней мере, своих граждан. Пока вы этого не поймете, мы все время будем воевать. Будете гибнуть вы. И будем гибнуть мы. Но мы, по крайней мере, знаем, за что мы гибнем. За свою независимую страну. А вы гибнете за имперские амбиции и за влажные фантазии по поводу Советского Союза, ваших лидеров. Потому что никому из вас лично это не нужно и не может быть нужно. Или, может быть, если я не прав, и вам лично это все нужно, то объясните, зачем и почему. А лично нет, не нужно. Я понял вас абсолютно. Ваш посыл. Ну и до этого уже понял. У нас добровольная беседа, правильно? Ну, то есть мы нормально с вами общаемся, на вас в комментариях. Да, да, да. Давай позвоним. Забываю спросить опять. Вот у вас пальтишко такое вроде прямое. Это надо спросить по-любому. Вот я включил запись, спрашиваю. Это я не помню, где мне дали. Ну, я просто в шапке все время находился. Где-то мне его, на меня накинули. А ирланчик? Все, что на мне находится, это не мои вещи. Это здесь вот дали? Здесь, до этого, где я был, где-то меня возили, вот так вот. Короче, в одном из мест изоляции ваших, уже в плену, да? Да. Я понимаю, да. Дозваниваешься. Они в возрасте все. Да, они все в возрасте. Они, ну, у них каналы такие же, ваши все, как бы. Они не владеют интернетом. Ну, потому что это такие же люди, которые до сих пор живут в Советском Союзе. Отвечаю вам на ваш вопрос. У нас остались такие люди, которые живут в Советском Союзе. Недавно вышла бабушка с советским флагом встречать освободителей из России. А то приехали на самом деле украинцы. Украинцы привезли ей еды, всего привезли, дают ей. А потом, когда они говорят, что они украинцы, она им отдает еду и говорит, не надо мне ничего, я думал, выросли я. Такие есть. А те взяли и потоптались по флагу, по советскому флагу, которого не существует, как и Советского Союза. Ну, вот как-то так. Есть такие эпизоды. Ну, просто таких людей очень мало. Понимаешь, в чем идея? Смысл. Смысл в том, что вам акцентируют внимание именно на таких эпизодах, на ваших средствах массовой информации. А эпизодов этих не так уж и много. Вот и все. Что, вопрос можно, да? Да можно вопросы задавать, конечно. Можно в интернете, да? И запись им интересна. Идет запись. Я имею в виду, интервью будет выложено в интернет, да? Да, все. Я думаю, сегодня, может, завтра кто знает. У нас много просто уже записано, а вылаживаем мы их не постоим. Тут, то есть, стараемся вылаживать там по два ап в день, чтобы люди успевали посмотреть. Дожми на паузу, будем сейчас еще раз уточнять номера. А пусть вопрос задает. Нет, все, вопросов нет. Ты говорил, хочу вопрос задать. Ну, вот я... Спасибо за интернете. Да. Нажимаем паузу. Ну, ладно. Я хожу туда-сюда. Слушай, если не получается, давайте я продолжаю в такой же мере писать, что так он идет. Да, потому что мы уже 15 минут пытаешься дозвониться, меняем номера и все такое прочее, и, ну, у нас не получается. Вы задавали вопрос, почему в Украине остались люди, да, ну, почему украинцы негативно относятся к людям, которые остались лояльны к России. Правильно? Да, я понял. А потому что эти люди какого возраста, в основном, которые остались лояльны? Ну, там, где вы были, да, вы говорите, были люди лояльны к России. Какой это возраст? Возрастная категория. 40-50 лет. 50 и больше. 50 и больше. Это люди, которые ностальгируют до сих пор по Советскому Союзу. Мы их не ненавидим, как вы говорите. Такого нет. Мы просто не знаем, как людям этим объяснить, что Россия это, ну, то, что я вам все это время объяснил. Не так уж хорошо. И Советского Союза никогда не будет. Но они этого не могут понять. Этих людей очень мало. После последнего вторжения России встанет еще гораздо меньше. Их уже не станет вообще, я так думаю, скорее всего. Да, если после последнего вторжения у нас еще кто-то хоть заикнется о том, что давайте дружить с Россией, этот человек будет немедленно побит прямо на улице обычными людьми, обычными гражданами. Потому что все граждане понимают, что Россия это грязь, говно и смерть. Пытки. Пытают кого-то. Пытают тут у вас кого-то. Нет, здесь не пытают. Не пытают. Вот. Да. А почему так происходит? Почему возненавидели так Россию? Ну, все очень просто. Вы обстреливаете наши города и рассказываете, продолжаете рассказывать нам, что это мы сами их обстреливаем. Вы убиваете наших людей и рассказываете, что это мы сами их убиваем. То есть, это уже пик, вершина цинизма. Только можно себе представить. Все, мы не можем дозвониться? Ну, сейчас еще ждем пару минут, меняем. Так, вот этот номер мобильный, который вы говорите, он некорректный. 60. 6078, он некорректный. Это что значит? Не существует? Сейчас. Сейчас спецоперация происходит или война? Война. В чем отличие спецоперации от войны? Для меня понятие спецоперации, это, допустим, когда были теракты в нашей стране. Норд-Ост, Беслан, 1 сентября. Ну, это спецоперация там за 2-3 дня какую-то. Ну, теракт-то совершили, там захватили театр, и вот это спецоперация за 2-3 дня. То есть, не углубляясь в нюансы, там, Норд-Оста или Беслама, это имеется в виду спецоперация, это нечто, что производится быстро, имеет конкретную четкую цель под собой, и вот там выполняется, либо там не выполняется. Сейчас. Правильно? Цель вторжения в Украину россиян? Сейчас. Сейчас? Да. Сейчас. Сейчас. Цель. Не знаю, может быть. Интересуют ваши мысли, как вы себе это представляете? Причем мысли абсолютно свободные, это на вас же никак не повлияет. Это просто, действительно, как вы правильно понимаете, это попытка донести в Россию, ну, ваше видение, как россиянина, для того, чтобы они над этим задумались, подумали, стоит сюда идти, там, не стоит, стоит там выходить на митинги в поддержку вот этой всей истории. Не стоит этого делать, вот, ну, поэтому я спрошу вас, как вы видите тут цель, лично вы? Цель с самого начала, да? Ну, с самого начала будет. Ну, как уже и было сказано, демилитаризация, деноцификация. Ну, пойду сам, ну, это прописные, как бы, слоганы такие, а по сути? А, по сути? Да. Что вы можете передать тем людям, которые сейчас отправляются в Украину? Тем людям, которые в Украину сейчас отправляются? Да, ну, те, которые, как и вы, в принципе, уже знают, куда шли, потому что вы тоже знали, куда вы шли, куда вы идете. То есть, переосмыслить и не пребывать сюда. Здесь живут такие же люди, как и на территории нашей страны. Никого освобождать здесь нет, никого освобождать, ни от кого здесь не нужно. То есть, Украина это независимое государство, которое внутри себя само разберется, правильно? И вы там разбираетесь внутри себя у вас, что у вас там? Да. Так, не так? У вас есть проблемы в России? Есть проблемы. Как вы думаете, что важнее для России? Решать свои внутренние проблемы или вторгаться в Украине? Внутренние проблемы. Внутренние проблемы. Дмитрий Николаевич, я, в принципе, закончу. Если вы хотите там что-то добавить, если будет состоится разговор, вы, пожалуйста, поговорите, я наведу на Москву. Пока.